Гигантские губки, похожие на вазы, инопланетные медузы, сегментированные черви, покрытые щетинками, и огромные осьминоги. Вот новейшее открытие Антарктиды, которое буквально заставляет по-новому взглянуть на жизнь под льдом. Ученые обнаружили их после того, как откололся гигантский айсберг, и теперь эти находки превращаются в настоящий клад биологического разнообразия. И оказалось, что это сокровищница древней жизни подо льдом, скрытая от глаз на протяжении веков. В январе 2025 года от шельфового ледника Джорджа VI в Антарктиде откололся огромный айсберг размером с Чикаго под названием А-84, что само по себе стало поводом для мощной научной волны исследований и обсуждений. Этот крупнейший шельфовый ледник имеет длину около 400 до 50 километров, ширину от 19 до 69 километров и толщину около 249 метров. Летом, который длится с ноября по конец февраля, ледниковый шельф тает на поверхности, и на нем образуются продолговатые озера и сталые воды, создавая уникальный микроклимат на краю ледяной крепости. Они имеют удлиненную форму и напоминают ленты, что подталкивает ученых к новому представлению о подледной географии и динамике таяния. Эти водоемы служат мостиком между поверхностным миром и подводными глубинами, позволяя изучать, как свет и тепло временно проникают в мир льда и как это влияет на местное биоразнообразие. Так они и получили свое название. Когда айсберг уплыл, он оставил часть дна океана открытой. И это было место, которое никто раньше не видел. Ученые на исследовательском судне «Фолькор» находились неподалеку в море Беллинсгаузен. Как только они узнали об айсберге, то немедленно изменили свои планы. Они поняли, что это был невероятно редкий шанс исследовать нечто неизвестное и удивительное. Как поднять камень в лесу, чтобы увидеть, ведь что скрывается под ним? Исследователи использовали подводного робота по имени Субастиан и в течение восьми дней изучали морские глубины, прикладывая усилия к подбору подходящих ракурсов освещения, чтобы разглядеть тонкости подводной жизни, не нарушив ее естественную среду. Это решение позволило собрать первые кадры и замеры, которые впоследствии оказались важными для дальнейших коктейлей, гипотез и теорий. Они опустились на глубину более 1300 метров. Там внизу они обнаружили скрытую экосистему, с которой ранее не сталкивались даже опытные океанологи. Большие кораллы и губки, буквально заполненные морскими животными, создавали сложную сеть взаимозависимостей, где каждый член сообщества служил пищей или укрытием для другого. Целый мир подо льдом! Исследователи думали, что найдут там какую-то жизнь, но не ожидали увидеть так много, ведь на такой глубине и в таких условиях разнообразие форм жизни может быть меньшим, чем на коралловых рифах, и тем не менее здесь оказалось невероятно многообразие. Этот факт шокировал многих участников экспедиции и заставил переосмыслить предположения о границах жизни. И эта подводная древняя жизнь не просто выживала, она процветала в этом суровом ледяном месте в течение действительно долгого времени. Анимоны, похожие на пушистые маленькие деревья, морские пауки, ледяная рыба, осьминоги – все они образуют устойчивые сообщества, которые, похоже, эволюционировали в тесной связи с темпами таяния и со структурой ледяного щита. Исследование транслировалось в прямом эфире для ученых со всего мира, и эти трансляции находятся в открытом доступе, чтобы любой желающий мог проследить методы, данные и выводы исследователей. Самое удивительное заключается в том, что некоторые обнаруженные существа, похоже, являются новыми видами, что делает находку особенно значимой для таксономии и понимания эволюционных процессов. Да, в Антарктиде в 2025 году, вероятно, появятся новые виды. И некоторые могут обитать только в этом регионе, где изоляция от остального мира сохранялась миллионы лет. Это потому, что Антарктида не только действительно далеко, она была изолирована от остального мира миллионы лет, создавая уникальные эволюционные ветви. Ее окружает антарктическое циркумполярное течение, которое служит гигантской природной стеной, отделяющей экосистемы. Так же, как большой ров с водой окружает замок, вокруг Антарктиды выстроились течения, которые влияют на миграцию и распространение организмов. Но даже если окажется, что эти виды не новые, ученые все равно нашли улиток, червей с щетинками, ракообразных таких, как крошечные крабы и креветки, а также фантомную медузу, что добавляет множество вопросов к пониманию связей между древними и современными сообществами. Этот вид очень редкий, выглядит неземным. Их официальное название сложно произносимо, так что давайте просто называть их гигантскими фантомными медузами. Эта медуза огромна, и ее характерная форма порой вызывает ассоциации с гигантским зонтиком. Ее колокол, круглая, похожая на зонтик, часть сверху, может быть шире метра, что делает ее одной из самых впечатляющих объектов подводной биологии. Такой размер предполагает сложные биологические механизмы и потенциально уникальные энергетические цепочки, которые питают огромную, пока что загадочную систему. У нее есть четыре длинных щупальца, тянущихся за ней, каждый из которых длиной до 10 метров, примерно как школьный автобус. Ученые впервые обнаружили ее еще в 1899 году, но им потребовалось 60 лет, чтобы понять, что это совершенно новый вид медузы. Фантомная медуза имеет прозрачное, пурпурное тело, которое выглядит немного призрачным, словно светится в темноте. Вместо обычных щупалец медузы у нее есть лентообразные руки, которые помогают ловить пищу и подтягивать ее к корту, расположенному прямо посередине, что делает способ добычи пищи весьма уникальным и элегантным. Хотя у медуз нет мозга, как у нас исследователи, наблюдавшие за гигантской фантомной медузой, заметили нечто удивительное. Казалось, что это потустороннее существо очень осторожно и уверенно двигает руками, особенно когда проплывает через узкие пространства на морском дне, избегая резких движений, словно избегает травм и беспокойства окружающих. Создавалось впечатление, что оно очень осмотрительно, и это породило массу теорий о потенциальной координации движений в условиях глубокой темноты и ограниченного пространства. Бррр, жутко, еще одно разумное существо. У медуз вместо мозга есть простая нервная сеть, которая помогает им ощущать окружающий мир, но то, как двигалось это фантомное желе, заставило ученых предположить, что оно может быть более умным или скоординированным, чем другие медузы. Ее изучение может помочь ученым узнать, как животным без мозга удается исследовать и выживать в сложных условиях под водой, где давление и температура создают дополнительные препятствия. Возможно, такие наблюдения дадут ключ к пониманию базовых принципов нейросетевых взаимодействий в морской среде. Еще одной интересной находкой стали маленькие черви, называемые щетинистыми червями. Ученые называют их полихетами, но давайте называть их щетинистыми червями, потому что это звучит довольно забавно. Множество различных видов этих червей обитает в холодных и глубоких частях океана, где свет едва касается дна. У щетинистых червей тело состоит из множества сегментов, а по бокам у них расположены крошечные щетинки, которые помогают им перемещаться и чувствовать себя в пространстве. Эти щетинки не только обеспечивают движение, но и служат своеобразной системой сигнализации, которая помогает им распознавать опасности и ресурсы вокруг. Примером может служить антарктический чешуйчатый червь. Он обитает в очень холодных и глубоких водах и имеет блестящие золотистые щетинки, которые придают ему весьма причудливый вид, особенно на фоне темной воды. Во время изучения глубокого моря в Антарктике команда также обнаружила гигантские губки по форме напоминающие вазы. Обычно губки растут очень медленно, ведь их жизненный цикл зависит от стабильных условий и наличия питательных веществ в глубокой воде. Следовательно, чтобы достичь таких размеров, они должны были расти там очень долгое время, возможно, даже сотни лет, что подчеркивает их жизненную историю как свидетелей долгосрочных экологических процессов. Их размеры свидетельствуют о том, что глубоководные животные, живущие вокруг них, поселились там не совсем недавно. Эти морские обитатели жили там десятилетиями и сумели сформировать подо льдом процветающие сообщества, словно маленькие экосистемы в ледяной броне. Значит, под этим льдом действительно скрывалась древняя жизнь, которую пришлось открывать заново. И это очень удивило ученых, ведь представления о том, как выглядит организм под одним из самых суровых условий, часто расходились с реальностью. Раньше исследователи опускали камеры в отверстия во льду или посещали районы айсберга спустя долгое время после того, как лед откололся, чтобы изучить скрытые экосистемы, но подход к ним всегда был ограничен. Тогда они в основном видели голое, пустое морское дно с небольшим количеством живых существ. Но в этот раз команда прибыла всего через несколько недель после того, как откололся айсберг, и смогла увидеть, что скрывается прямо под ним, словно карта, раскрывающая секреты мира под льдом. Первые 14 километров за ледяным шельфом могут таить богатые и оживленные экосистемы, наполненные гигантскими и не столь крупными организмами, которые взаимодействуют друг с другом в хитросплетении питания и симбиозов. Это откровение стало подтверждением того, что под льдом может существовать активное, жизнеспособное и устойчивое сообщество. Это темное, холодное и скрытое от глаз место, и все же там обитают самые разные существа. Это доказывает, что жизнь может существовать в местах, которые кажутся слишком суровыми или холодными для жизни, и что данные экосистемы могут служить моделями для понимания жизни в экстремальных условиях. С другой стороны, в том, что мы обнаружили там жизнь, нет ничего удивительного. Многие животные живут в темных и холодных местах под водой, так что вполне логично, что они окажутся и под ледяным шельфом, где свет не достигает. Этот факт подчеркивает парадокс. Суровые условия не застрашили, а скорее привлекли к жизни больше форм, чем ожидалось. Лед как бы скрывает их и защищает от всего, что происходит наверху. Но самое странное, что там живет множество разных видов существ, хотя раньше это было действительно изолированное место. На самом деле оно очень похоже на морское дно в частях Антарктиды, где нет льда и где экосистемы столь же сложны. Как такое возможно? Обычно крошечные растения, называемые фитопланктоном, раздут у поверхности, куда попадает солнечный свет, что поддерживает всю океаническую пищевую цепочку. Маленькие животные, похожие на креветок, называемые акрилем, питаются этими растениями ночью, создавая биологическую ритмику, которую можно наблюдать и здесь. Когда акриль наедается, он опускается на дно океана и приносит с собой пищу и питательные вещества, действуя как транспортная система для энергии в глубинах. Даже его отходы помогают кормить глубоководных обитателей, образуя замкнутую экологическую сеть. Но если над океаном образовалась огромная ледяная шапка, солнечный свет не может проникать сквозь нее, поэтому там не растут растения, и криль не приносит туда пищу. Ученые думали, что это означает, что там будет меньше пищи и меньше животных, но они все равно нашли там много жизни, которая подсказывает нам, что природа всегда находит способы поддерживать биоразнообразие даже в самых суровых условиях. Оказывается, пища и питательные вещества, вероятно, проникают под лед, переносимые подводными течениями, подобно рекам, текущим под океаном. Ученые нашли несколько животных, которые жили там долгое время, так что, похоже, эти течения, которые в основном образуются из сталых ледниковых вод, приносят достаточно пищи, чтобы поддерживать экосистему здоровой и полной жизни, и позволяют ей процветать в течение длительных периодов без внешнего вмешательства. Этот вывод подчеркивает важность физической динамики среды для биологической устойчивости в условиях полярной зоны и напоминает, что вода и свет – главные двигатели жизни даже под ледяной пустыней. На самом деле никто не знает, что случится с этими глубоководными существами после того, как айсберг уплыл. Эти создания неизвестны, как долго жили под толстым льдом в крайне стабильных, абсолютно темных условиях. Очевидно, что изменения им вряд ли по душе, поэтому потеря ледяного потока может полностью нарушить их привычный уклад. Один из ученых упомянул, что шельфовый ледник, от которого откололся айсберг, постепенно отступает. И это тревожный сигнал для долгосрочной стабильности того уникального мира, который удалось зафиксировать на глубине. Такие изменения напоминают нам о том, что ледяная оболочка не просто статичный крыш, а активный участник жизнеобеспечения подводных экосистем. Примерно на 40 километров за последние 50 лет. Это часть более глобальной тенденции. Лед Антарктиды тает все быстрее, что приводит к повышению уровня моря по всему миру и влечет за собой цепочку последствий для климата и экосистем планеты. Именно поэтому это открытие в Антарктиде имеет значение. Оно не только добавляет новых видов и феноменов в биологическую карту региона, но и становится частью более широкого контекста изменений в ледяной части Земли. Команда пытается понять не только то, что происходит сейчас, но и то, как эта скрытая экосистема вписывается в общую картину. Если мы сможем понять, как это место меняется на протяжении десятилетий или даже столетий, возможно, мы сможем предсказать, что будет дальше, и разработать методы мониторинга и сохранения уникальных экосистем. Согласитесь, удивительно, что разлом льда может рассказать нам так много. Верно? Этот простой геологический акт, за которым стоит целый набор биологических и экологических последствий, открывает дверь к новым вопросам о взаимодействии атмосферы, океана и криосферы. И чтобы не забыть, многие из наблюдений представляют собой первый шаг к пониманию того, как подобные системы могут отвечать на быстро меняющиеся климатические условия в будущем.